Приветствую вас. Так бывает, что когда человек испытывает переиспыток эмоций, причем эмоций негативных, сознание включает один из защитных механизмов, который называется безразличие. И благодаря безразличию человеку легче пережить срочную, тяжелую для него ситуацию. Так что, отвечая на ваш первый вопрос, я надеюсь, проясним момент. Теперь, что касается второго вопроса. Конечно, говоря о том, имеете ли вы право решать или нет, это больше моральная сторона. То есть для кого-то обоих приемлем, для кого-то обоих неприемлем. Тут каждый решается сам для себя, я, естественно, никаких оценок, и уж тем более говорить, если у вас право решать или нет, говорить не стану. Поэтому, ну, это несерьезно, неэтично и нарушает профессиональную этику. Момент есть другой. Дело в том, что, ведь не просто же так вы идете на аборт. Ну, если вы идете на аборт, значит, вы, наверное, понимаете, что ребенку дать вы ничего не сможете. Ребенок будет расти несчастным и, как бы, ему не будет лучше от того, если он появится на свет. Наоборот, он будет страдать, наоборот, если ему будет плохо, наоборот, если у него будет куча негатива и так далее. И в этом плане вы его спасаете. Кроме того, с точки зрения закона, аборт не является убийством. Потому что, как закового человека, то, что является человеком, еще нет. Вы можете найти в интернете вот эту формулировку, там все более подробно написано. Я сейчас не вспомню уже. Но, тем не менее, до определенного периода, до определенной степени развития плода, аборт не считается убийством. Поэтому, если вы знаете, если вы чувствуете, если понимаете, что ничего хорошего во времен куда не смотрится, то аборт – это неплохо. Аборт – это подобно эсканазии, когда человек мучится, и ему дают возможность прекратить оборвать свои мучения и, собственно говоря, избавиться от них. И поскольку плод не может этого сделать, то за него это делаете вы. Аборт – это эсканазия. Эсканазия для будущего человека. Чтобы жизнь этого человека не стала адом для него. А она адом будет, если вы идете уже на аборт. Поэтому, если вы чувствуете, если вы знаете, что ничего хорошего ребенок не получит при своем рождении, средств содержать его у вас нет, любовь дарить вы ему не можете, семья будет неполная, проблем будет очень много. Зачем ребенку такая жизнь? Но вот если есть шанс на то, чтобы построить ребенку хорошую жизнь, если есть шанс на то, что ребенку можно обеспечить достойное существование, то вот тогда, тогда будет, конечно, делать менее, меньше мотивов. Но, даже в этом случае, даже в случае, если вы знаете, что ребенку вы можете дать все, что нужно, видите ли, даже в этом случае, мать сама решает. Хочет она быть матерью или нет? Ведь если она не хочет быть матерью, то ребенок будет нежеланным. А если ребенок не будет желанным, тогда и отношения будут плохие с ним. Ребенок сам будет чувствовать, что он нежеланный, что его не так сильно любят, и отсюда будут проблемы. Какой человек из него вырастет потом? Будет ли этот человек счастлив? Будут ли у него хорошие отношения с людьми? Будет ли у него успех? Будет ли у него удовольствие от жизни? Ну вот, мне кажется, вряд. Поэтому, думаю, что исходить нужно из этих моментов. Ну, а делать или нет, решать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, всем расчетиваться в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И желаю вам удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!